Наверное, все слышали шутку или вариацию на тему шутки о том, как тяжело, когда ты едешь в маршрутке, попросить водителя сделать остановку там, где тебе нужно. Почему так происходит? Это ведь такая ерунда. Почему всегда сложно попросить об этом? Почему все испытывают скованность какую-то? Очень просто. Маршрутка — это маленькое сообщество. Все пассажиры в ней. Водитель — это лидер этого маленького, но уже сообщества. Тут важно помнить, что в любом сообществе лидер выступает арбитром, следит за тем, у кого какой рейтинг. Он следит и раздает статусы. Он решает, кто какого статуса. Попросить сделать остановку там, где нужно — это попытка заявить о своем статусе. Публично, прилюдно. И у людей, переживающих, боящихся и неуверенных в своем статусе, возникает подозрение, что лидер, водитель маршрутки, может повернуться, оглядеть их с ног до головы и не подтвердить их статус, сказать им «сел, заткнулся и поедешь, выйдешь там, где я скажу». Боязнь, что лидер не подтвердит твой статус. Боязнь того, что лидер откажется признавать тебя и твое место и значимость пассажира и члена сообщества. Очень яркое и к тому же наглядное понимание того, что именно он решает, кто здесь есть кто. И одним своим словом может взять твой статус со среднего и угандошить его в мясо. Вот так это работает и поэтому такие эмоции происходят. Стоит заметить, что больше всего боятся и сложнее всего сказать, и больше всего переживают перед тем, как это сказать, именно те, кто сомневается в своем статусе, чувствуют неуверенность в нем. Высок ли этот статус, низок, неважно, это абсолютно неважно. Статус человека всегда находится лишь в одном месте у него в голове. Бум. Психология. Стрип о психологии будет завтра в 20.00 по Москве. Я всех жду. Приносите туда свои проблемы, сложности, интересности, все что угодно. Непрофессиональный психолог-любитель Эльдар Бродвей обо всем поговорит с тобой и успокоит, утешит и поддержит. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл.